Виктор Савельевич, скажите, пожалуйста, в чем вы видите причины сегодняшнего поражения и какие у вас в целом эмоции от этого матча остались? Ну, эмоции были очень такие активные, можно сказать, на протяжении всей игры. В убровке, когда ходишь, игра, эпизоды, там каждая, не знаю, секунда, минута, все меняется, и ты реагируешь на все эти свистки, действия. А то, что касается результата, то для нас сейчас не столь важен результат, важно то, что мы собрались, то, что мы провели эти две игры, выехали, и ребята получили тоже какой-то опыт международный. И хорошо отработали, кто как мог, то есть, понятно, условия были, мы улетели из Москвы плюс 10, прилетели, ну, это, да, но играли для всех погода одинаково, поле одинаково, поэтому, ну, сегодня, может быть, где-то удача отвернулась тоже, рикошет залетел мяч, тут были моменты, не забили, вот, ну, это футбол, поэтому тут надо спокойно все это воспринимать и идти дальше. Виктор Савелий, скажите, пожалуйста, сейчас всех, многих волнует, причина замены Пеняева в перерыве, что случилось, это какая-то игровая, тактическая была или у него повреждение? У него повреждение, он попросил замену и сказал, что он не может выйти на втором тайме. Ну, был удар сильный, он сам попросил замену. А был уже анализ повреждения, что-то серьезное или такая? Ну, я думаю, нет, я поинтересовался в перерыве, мышцу забили, это, скорее всего, ну, болевой шок такой, который не дает играть, вот, ну, я думаю, там еще серьезное. А как вы думаете, какое будущее у этого состава сборной? Ну, будущее у всех есть, и шанс всегда дается, даже вот были вызваны, ну, почти, там, 20-25, кажется, футболистов, кто-то не смог приехать по травме, кто-то по другим причинам не смог, ну, больше по травме, конечно. И, естественно, мы всем даем шанс, за всеми смотрим, наблюдаем в нашем внутреннем чемпионате, не только внутреннем, и за границей наблюдаем за всеми молодыми, кто играет. Вот, и все от ребят зависит, от каждого. И эти игры, которые для них были, да, седьмого и сегодня, со сборной Египта, с олимпийской сборной, это тоже, для них это шанс попасть, ну, как, не в первую сборную, потому что я говорил ребятам, что они в первой сборной, что эта сборная, которая играла сегодня, это первая сборная. В обойму попасть? Попасть в обойму, да. Это никакая не олимпийская, сегодня играла наша сборная, не Ю-23, это сборная, первая сборная. И по определенным причинам Египет попросил, чтобы играли футболисты, понятно, у них олимпийская, они готовятся на Олимпиаду. Вот, и для наших ребят эти две игры, это хороший шанс идти дальше, показать прежде всего себе, показать тренерам, то есть, кто на что способен. Ну и последний вопрос, Виктор Стелли, скажите, пожалуйста, какие слова вы сказали ребятам после матча? Ну, после матча я поблагодарил всех за работу, сказал, чтобы не опускали руки, потому что все зашли в раздевалку, сидели там, не знаю, минут пять, наверное, не переодевались. Ну, понятно, устали, жарко все это, но настроения нет, поэтому не надо опускать там руки и надо идти дальше, и все. Грилл, твой первый матч в качестве капитана сборной, что чувствовал, когда выводил команду на поле сегодня? Ну, было, конечно, немного волнения, но все же потом вспомнил, что это обычный матч, такой же матч, как и всегда, и справился, считаю, с этим. А проведи какую-нибудь, не какую-нибудь, проведи небольшую аналитику по сегодняшней игре, что получилось, что не получилось, почему проиграли? Ну, начали достаточно хорошо, контролировали мяч, и гол забили. Потом еще было пару моментов, могли забивать их, конечно, и во втором тайме в начале момент был, и, мне кажется, по-другому игра сложилась. Но они забили свои моменты, и получилось, что получилось. Как тебе соперник? Соперник такой, непростой, можно сказать, хотя кажется, Египет, но ребята играли, и мы им дали играть, и поэтому это была наша ошибка. Ну и последнее, что бы ты сказал сейчас нашим болельщикам? Извинился бы, наверное, за такой матч, и скажу, что сделаем выводы, и будем сильнее.